Ну что, друзья, сбылась мечта заядлых путешественников-родителей, которые хотят, скажем так, путешествовать с маленьким ребенком и не обременять себя здоровенной коляской в путешествии, соответственно. Перед вами Recaro Lex Elite. Это колясочка, которая идеально подходит с полугода, без проблем, комфортно катать. Можно ребеночка укладывать его спать. Но это все вы сейчас увидите, почему именно так я говорю. Перед обзором вводные технические характеристики я вам сейчас назову, а потом вы все поймете. Потому что мы все моменты разберем в колясочке. Подробные, кстати, характеристики будут в описании по ссылочке на магазин «Первая коляска». Там все досмотрите. Recaro, Италия на текущий момент этот бренд. Производитель дает большую, достаточно расширенную гарантию. Это 2 года. Вес колясочки, друзья, он не совсем маленький, но она не тяжелая. 7,8 кг. С такой конструкцией, с какой вы увидите чуть позже ее особенности, это абсолютно нормальный вес. И что мне очень нравится, у нее очень классный диапазон регулировки наклона спинки. Потому что 100 градусов, 170 градусов, 100 градусов это прям вообще капитанская посадка. Все супер здорово. С 6 месяцев можно использовать колясочку до 4-5 лет приблизительно, потому что 22 кг она выдерживает. И что мне нравится, 47 см у нее всего лишь ширина колесной базы. Вы везде спокойно на ней поместитесь. Начнем с ручки и пойдем вниз, как говорится. Друзья, ручка не регулируется по высоте. Мой рост 186. Проецируйте там на себя, как вам будет. Опять же, точный размер отсюда до пола вы посмотрите в описании по ссылке. Выполнена ручка с очень приятной эко-кожей. Естественно, здесь не натуральная кожа, друзья. Такого не бывает, я в колясках не видел. С прострочкой все классно, мягенько, приятно ощущается. Дорого, в общем, к ручке претензий нет, кроме ее толщины. Мне, мое личное мнение, мне кажется, что она чуть-чуть тонковата. Но в компактах здоровую толстую ручку делать как-то было бы некрасиво. Так, смотрите, друзья, что касается материалов. Здесь ноль претензий. Живучая ткань, плотненькая, непромокаемая, непродуваемая. Ну, непромокаемая относительно ткани в колясках современных. Они с пропиткой, влагу держат, но если под дождем долго будьте, конечно, она промокнет, дождевик вам в помощь. С этим все понятно. Но она очень износостойкая, ее трудно зацепить, порвать. Это очень крепкая ткань. Также у нас есть здесь сверху, видите, москиточка, смотровое, скажем так, окошечко, чтобы вы могли за ребеночком смотреть. Козырек можно увеличить еще на одну секцию, друзья. Вот таким образом открываем. И тут не москидка, тут полноценная секция. Чуть-чуть наклоню. И смотрите, здесь можно... Давайте даже нет, наверное, вот так. Вот так сделаем. И я вам покажу еще нюанс. Здесь регулируется по высоте непосредственно сам козырек. Можно опустить, можно поднять. Также можно регулировать, смотрите, по высоте само сидение. Можно прям для маленького опускать, можно прям поднимать. И это все делается одним движением. Вот, сжимаем и, соответственно, регулируем. Очень прикольная опция. Вот, и в максимальном положении тут школьник поместится, как по мне. В общем, козырек окей, вопросов нет. Поднять, опустить. Давайте я сейчас покажу вам сразу лежачее положение. И максимально опущенный козырек. Обычно все это спрашивают. Вот как это будет выглядеть. Половину ребеночка закроет, голову закроет точно. Вот, бампер у нас здесь. Что касается безопасности, присутствуют пятиточечные ремни, мягкие накладочки. Везде это, само собой, понятное дело. И что мне нравится, летом будет очень актуально, хорошо дышащая спинка. Очень хорошая ткань у нас на спинке. Так, что касается мягкости, еще хочу сказать. Здесь, на удивление, очень мягкое сидение при долгой прогулке. Ребенку тоже будет очень-очень даже хорошо. Да, со всех сторон здесь все четенько. Так, давайте теперь покажу фишечку. Это колясочка. На самом деле на рынке очень мало колясок, которые умеют ездить против хода движения. И имеют блок реверсивный. Поэтому, эта колясочка у нас это умеет. Вот так вот ставим. Сейчас, секунду. И можем ехать против хода движения. Когда ребенок шестимесячный, его желательно еще все-таки какое-то время повозить к вам лицом. Чтобы ребенок, ну, психологи, врачи так рекомендуют, как можно дольше возить, чтобы ребенок мир познавал через родителей. С полугода можно и вперед возить, никто не спорит. Но и сами родители в большинстве случаев хотят возить именно так. Вот спокойно кладем ребеночка. Все, он отдыхает. 170 градусов. Это вполне достаточно, чтобы ребенок комфортно спал с полугода. Вообще без проблем. Вот. Что касается колес, друзья. И нижние части сразу давайте разберем. Посмотрим. Колеса у нас здесь небольшого диаметра. Резиновые. Очень мягенькие они на ощупь. И она тихо едет по плохим дорогам. Она не бренчит, не тарахтит. В этом плане мне все очень понравилось. И здесь очень хорошая сборка, друзья. Вообще мне вот вопросов нет. Плотненько, хорошо, дорого едет. Я обычно так говорю. Передние колеса у нас, естественно, можно заблокировать. Они с амортизацией. И сзади, и спереди амортизация есть. Также у нас есть багажничек. Тоже, в принципе, достаточного размера для такого рода колясочки. Вот. В принципе, окей. И что еще здесь очень интересно, то, что эта колясочка Lexa L-Lite может складываться с прогулочным блоком в двух положениях. И по ходу движения, и против хода движения. Я вам сейчас это продемонстрирую. Опускаем вниз, чтобы компактнее было. Вот так закидываем. Здесь у нас есть кнопочка. И большая кнопочка. Сначала маленькую, потом большую. Делаем вот так. Все. Есть у нас здесь такой ремешок. Кстати, давайте проверим, что в комплекте. Ремень только на плечо идет. Я бы рекомендовал к ней купить еще транспортировочную сумку, чтобы можно было ее убирать, и она у вас нигде не пачкалась. И сейчас посмотрим, как она складывается у нас по движению, по ходу движения, точнее говоря. Чтобы снимать здесь кнопочки по бокам. Так вот кладем. Та же самая процедура. Ничего не меняется. Вот, собственно, как это все выглядит. Отпускаем поглубже. Вот, друзья, вот она и фишечка всей этой конструкции. Потому что очень мало, на самом деле, компактов, скажем так, ультракомпактов, которые вам дают вот такие возможности реверсивно ставить блок. Это, на самом деле, две-три коляски. Я знаю на рынке, и все. Очень скудный выбор. И нам именно Рикара дает такое предложение. Напомню, Рикара очень хорошая компания. Как таковых особо проблем я с ней не знаю. У них мало гарантийных каких-то случаев. Качественно делают, очень ликвидно на вторичке. Компания пользуется спросом. Поэтому смело рекомендую обратить на нее внимание. И еще, друзья, у нее очень приятная цена. Напоминаю, внизу по ссылке пройдите, посмотрите. Цена максимально конкурентоспособная среди себе подобных колясок. Тем более, в этой цене никто вообще так не умеет делать с реверсом. Ставить сиденье. Поэтому мой рекомендацион на все 100%. Ссылка, напоминаю, внизу в описании. Если у вас вопросы еще какие-то остались, задавайте. Я на них отвечу в комментариях. Ну, а вам хочу лишь пожелать сделать грамотный выбор. Всего доброго. Пока. Продолжение следует.